Всем привет! Вы смотрите программу Спорт 3.0. Меня зовут Юля. Вместе со мной вы узнаете о последних новостях из мира киберспорта. Смотри и слушай. За шоу-матчами к релизу StarCraft Remastered в Южной Корее следили до 330 тысяч зрителей одновременно. Среди них 257 тысяч человек смотрели поединки из Китая. Больше всего фанатов привлек матч между Ли Джей Донг Джей Донгом и Ли Флэш Йон Хо. Максимальное число болельщиков на русскоязычной трансляции составило 1300 человек. StarCraft Remastered запустили в Южной Корее в конце июля. Мировой релиз состоялся в августе. Нападающий атлетико Антуан Гризман спросил у подписчиков в Твиттере, насколько правильно разработчики FIFA определили ему рейтинг. По мнению представителей игры, общий рейтинг Антуана равен 88. Подписчики же Гризмана проголосовали за то, что нападающий достоин рейтинга 89 или выше. После чего француз обратился к разработчикам FIFA с просьбой увеличить этот показатель. Антуан Гризман выступает за атлетико с 2014 года. В FIFA 17 рейтинг француза был равен 88. Чемпионат мира между национальными командами ВЕСК-2017 проведет свой второй сезон следующей весной, в котором опять соберет лучшие коллективы в дисциплинах CSGO, Dota 2, StarCraft 2 и Hearthstone. Кроме того, в этот раз девушки получат шанс доказать свою силу. В CSGO и ХС будет отдельный женский дивизион. ВЕСК-2017 начнется с квалификаций в пяти регионах мира – Африка, Азия, Америка, Европа и Китай. Игрокам и командам предстоит пройти отборочные этапы в своих странах, чтобы попасть на региональные квалификации. Лучшие национальные команды и игроки в индивидуальных дисциплинах в каждом регионе получат возможность представлять свою страну на гранд-финале, который пройдет в марте 2018 года. Призовой фонд гранд-финала ВЕСК-2017 составит почти 4 миллиона долларов. Как и в прошлом году, часть призового фонда будет разыграна на лан-финалах региональных квалификаций. 202 тысячи долларов для Америки и 280 тысяч долларов для Европы. Главный акционер Team Liquid компания Axiomatic получит инвестиции от Дисней. Владельцы мультигейминга стали участниками акселерационной программы в поддержку компаний в сфере развлечений и медиа. 10 участников программы, которых выбрала Дисней, получат инвестиции, консультации руководителей, а в будущем и перспективы совместного бизнеса. Сумма инвестиций не уточняется. Ранее Дисней уже сотрудничала с киберспортивными организациями. Ее дочерняя компания Bamtex заключала сделку с Riot Games на право эксклюзивных трансляций по League of Legends. Сумма сделки составила 300 миллионов долларов. Это была программа Sport 3.0 на канале FCDB TV. Смотрите наши следующие выпуски и подписывайтесь на канал Динамо Брест. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова